Снял бы Путин свои гребаные войска террористические с Юга Кавказа, если бы они ему были нужны после того, как украинцы дадут жесточайший отпор его гребаной банде, если бы он вторгнулся со своей сраной широкомасштабкой в Украину, и ему дали бы отпор, то снял бы ли он Путин войска свои гребаные с Юга Кавказа? Конечно бы снял сейчас, но снял бы ли он эти войска бы вывел для подмоги вторжения в Украину, если бы там страной Грузии нынкой пробил бы Саакашвили? Конечно бы не снял, то есть и Грузия, и Саакашвили бы оттянули бы на себя эти путиновские гребаные террористические войска. А сейчас некоторое блядво ездит по миру и пиарит Путина с грузийской стороны. И разговаривать с Путиным тоже нелегко, но он политик, он человек, который понимает, что может улучшить ситуацию, а что нет. Я увидела, например, что он прекрасно понимает то, что для России выгоднее иметь в лице Грузии единого и прогнозируемого и доброжелательного партнера, чем раздробленного и обиженного. Но другое дело, что это не очень легко этого добиться. И здесь должна активно действовать грузинская власть. То есть в нашем случае друзья грузины и друзья украинцы, те, которые за Саакашвили, абсолютно похрен. Или страной правят воры в законе, или политические бляди-проститутки в законе тоже, в парламентах и везде в законе. Нам абсолютно похрен, потому что от них одно зло. Приходит оккупант и всех-всех абсолютно весь бионарод причёсывает под одну гребёнку. Весь лохатник носит бабки одной вот этой грёбаной воровской матки. Ну а теологический вопрос очень простой. Или Бог нас сотворил, тех, которых не сотворил Бог, а орангутанг, нех они, пусть они вообще это не слушают. Или нас Бог сотворил, чтобы мы носили как муравьи матки бабло, вздыхали как нелюди, а она жировала, да, бля? Если это так, то нас бы, Бог, сотворил бы муравьями. Но это же не так, абсолютно. Нас сотворил Бог людьми по образу и подобию, как в Библии записано. Поэтому мы и должны вести себя подобающе, достойными, быть теми, тех, которых по образу своему и подобию сотворил Бог. Но мы из каких хренов превращаемся в этих быдло-насекомых, быдло-отаро, чаморошных? То есть объяснять бесполезно. Весь вонтек заключается в том, что из-за вот этих быдло-подобных, насекомых, гребаных, служителей, лохотронщиков, воров, блядей политических в законе, Путин легко снимает дивизии и очень легко нахрен перебрасывает в те места, где нужно утопить в крови любые ростки демократии, свободы, желание быть людьми по образу и подобию Бога, который нас создал. А вот эта быдлятина гребаная, она нас, наоборот, в Средневековье примитивные атары племена людей превращает. Как вам это не понять, блин? Неужели вам приятно, что, блин, и вас, и нас, люди, при виде нас и вас, начинают думать, о, блядь, держите барсетки свои, смотрите, обворуют вас, блядь, потому что у них такая культура воровская, блин, вам это приятно? Ну, мне вообще неприятно, противно, это рыгатория, блин, так нельзя, блин, потому что, блин, мы же другой культуры, у нас христианская культура, а не воровская, не быдлятская. А вы, выбирая, блядищ, вы превращаете себя и нас в эту воровскую гребаную культуру, от которой рыгают, блядь, от которой тошнит смотреть на этих насекомых, блядь, воровских. Другие народы, которые достигли, к которым мы стремимся попасть, чтобы заработать тебе копейцку. И, друзья, и не друзья тоже, вы не думайте, что я перекидываю, как коммуняка, все стрелки только на власть. Потому что, придя к власти, будь кто, придя к власти, на будь каких гаслах, беря эту власть и имея отару, баранов, лохов, тупых, насекомых, воровских душонок, он будет поступать так же, как и эта воровская вся блядота, которая называет себя типа нацией или народом, или массами. Будь кем оно себя называет, но если оно воровское в душе, то оно обязательно и непременно будет только поддерживать воров у себя во власти. И всегда это государство будет на низком сословии. То есть будет всегда опущенным быдлом, опущенным ворами быдлом, которое постоянно этих лохов будет держать, блядь, как лоховскую отару для доения. Неужели это людям хочется быть на низшем уровне развития? Это unbelievable!